Валентин Александрович, еще один вопрос о прошлых трагедиях. 2 мая в Одессе. Погибло 48 человек, 6 во время столкновений в центре города. И на Куликовом поле 11 разбились, которые выпрыгнули из горящего дома профсоюзов. 31 человек находился там внутри. Вы тогда же, в мае, еще сказали, что возможно было использовано какое-то отравляющее ядовитое вещество. Вы также сказали, что действовали диверсионные группы и пророссийские боевики. Это было в мае. А вот сегодня что-то больше известно? Мы в липні поведомили про затримание диверсионной группы и тех правопорушников, небезпечных диверсантов, которые в том числе среди них были, руководителей было двое. Один гражданин России, один гражданин Украины, которые брали участь в этом, в этих заворушениях в Одессе. И больше того, завозили и в обуховку, и один из подозрених дійсно мав отношение до серьезной химической лаборатории. Все это люди были нами и затриманы, и заарештованы, и переданы Центральному следствию Министерству внешних справ, которые действовали. Но за этим злочином, Савик, треба и далее сказать, что известно следствию, что было установлено и доведено. Что колишние керевники милиции Одессы, особенно на уровне заступников, были среди тех организаторов, которые были задеяны в злочинный сценарий, в провокацию, и в инспирование и заворушений, и в то, чтобы они пошли по найбільш трагичному, фактически кровавому сценарии. Это и было, фактически на травень, квитень, березень, лютий, знову задаючи майданевские події, найбільшою небезпекою для каждого украинца. Когда правоохоронцы, даже на великих и серьезных посадах с величезными зерками, задеюють себе, власні можливости, своих подлеглих, криминалитет, вибуховку для вчинения злочинів против протестующих, для вчинения провокации, диверсии против людей, которые выходят на улицу или на майдани. Это величезная, на самом деле, трагедия, величезная загроза, в всяком случае, была. И недооценивать это было бы неправильно. И я стверждаю, что саме это было одной из серьезных и главных причин трагичных подій 2 травня в Одессе. Мы и далее будем затримывать всех причетных, и тому сумнів у нас немае. Но те организаторы, співорганизаторы диверсийной группы «Украинец» и «Громадянин Росии» и свидетели нам, и другие их спальники, которые тоже заарештованы, чётко мы доказали, кто на самом деле был за этим сценарием.